уважаемые студенты 4 курса это дополнение к видео лекции номер 10 по курсу новейшая история стран запада поскольку международные отношения после второй мировой войны были очень интенсивными очень много было событий важных дат терминов у меня немножко не хватило времени и я вот решил записать такое вот дополнение на несколько минут где до рассказать вам вопрос о европейской и американской интеграции а также задать традиционные вопросы для закрепления и дать обзор рекомендуемой литературы и так европейская интеграция она началась еще в 50-е годы когда было создана европейское объединение угля и стали в 1951 году затем было подписано соглашение 57 году о создании европейского сообщества по атомной энергии евроатом и в этом же году в риме фрг франция италия бельгия нидерланды люксембург подписали договор о образовании европейского экономического сообщества это было торгово-экономическое соглашение в общем-то цель его устранить ограничения в торговле обеспечить свободное передвижение людей капиталов товаров и услуг со временем предполагалось создание валютного союза и унификации и так далее и вот долго очень шли к этому страны европы но в феврале 92 года в нирландском мастрихте этот город уникальный находится на стыке трех границ франции бельгии голландии министр странных дел и финансов 12 государств членов европейского сообщества подписали договор о европейском союзе предусматривающий трансформ трансформацию ес в экономические валютные политический союз он открыл новый этап развития европейской интеграции сказать что этот договор вступил в силу в ноябре девяносто третьего года а позже был дополнен шенгенскими соглашениями и была введена единая европейская валюта евро в конце двадцатого века также интеграционные тенденции можно отметить на американском континенте в начале 88 году был подписан двусторонний договор свободной торговли между сша и канадой 17 декабря 92 года было заключено соглашение между сша канада и мексика и создание североамериканской ассоциации свободной торговли на авто кроме того страны южной америки тоже так стать образовали такой свой союз торговый экономический под названием меркосур вот и так или иначе можно говорить как явлениях интеграции европейской американцы так и о явлениях которые нарастают последнее время связанные с сепаратизмом те же сша в последние годы при президенте трамп трампе выходит из множества союзов соглашений так кстати разного рода структур так что тенденции меняются международных отношениях и можно об этом подробнее поговорить на семинарах теперь вопросы для закрепления первый вопрос в чем суть доктрин кеннана трумана и плана маршала второй вопрос что такое холодная война каковы ее отличительные признаки третий вопрос знаете ли вы значение аббревиатур мвф мбрр сэв нато овд и с 4 расскажите в истории создания военно-политических блоков нато и овд какова их дальнейшая судьба нато благополучие существует до сих пор а овд вот тут стоит подумать да поискать информацию и наконец пятый вопрос проанализируйте современные интеграционные процессы в европе и америке теперь список литературы это учебник александрова дипломатический словарь в трех томах история дипломатии тома 3 и 4 а вот более новая литература заболотные новейшие истории страны европы и северной америки конец 20 начало 21 веков учебное пособие мировая политика международные отношения учебное пособие под редакции ланцова очкасова 2006 год великолепная книга пола кеннеди вступая в 21 век это кстати декан исторического факультета ельского университета книга издана не так давно книга российского и знаменитого политолога панарина стратегическая нестабильность 21 веке питер друкер известнейший западный тоже политолог историк книга новой реальности середины 90-х годов пол джонсон британский историк написал книгу современность мир с 20-х по 90-е годы великолепный двухтомник я вам очень рекомендую андрей андреевич громыко это бессменный очень долгие годы десятилетия министр иностранных дел советского союза человек которого на западе называли прозвищем мистер нет потому что на многие западные инициативы советский союз отвечал в это время нет прибрежневе вот вот она издал в томник мемуаров под названием памятная и вышел от двухтомник в 1990 году интересный сборник открывая новые страницы международные вопросы события и люди и наконец европа международных отношениях всего вот видите вам рекомендую порядка 12 изданий если вы посмотрите так или иначе хотя вы половину из них это будет просто замечательно благодарю за внимание